Моего сообщения мастер Шульца из Беннабурга в Коисках Источников. Краткий синопсис. Древний интернет Путин, каковое исследование, мне очень интересовали лютеранские приходы Витебской губернии. И в этой связи очень интересная тема возникла Рига-Олска, «Железная дорога», и тема моего доклада «Органы школы Левчандии и Курляндии, семья Борчить», и полевые мои исследования – это костюм Валарды, костюм Свальта и составление каталога, как и Ванда Шульца из Беннабурга. На протяжении веков в Полоцке жили верующие разные христианские конфликции среди них православные католики и лутераны. Подтверждением сказанному величественное здание бывшей евангелической лутеранской керсти Святой Марии, где сегодня размещается краеведческий музей в Полоцке, но в XIX веке цирка была действующей, и здесь располагался лутеранский приход, который состоял из этнических ратышей немцев. Вообще-то построила не только величественную цирку, но постаралась ее традиционно выгулкрасить. Известно, что прихожане кирхи приобрели арган мастера Шульца из Беннабурга. События начала XX столетия, затем последовавшие войны, революции, разумки, изменили ход мирно-приходскую жизнь. В XIX веке, когда храм был закрыт советской властью, опытывая здание большевики, используя уже по своему усмотрению, как музей, дальнейшую хоккейную святость. И с тех пор дальнейшая судьба аргана Мариинской кирхи неизвестно. Может быть, я какие-то там неправильности меня перевозил на поправку. В исследовании предпринята попытка изучить наследие мастера Шульца из Беннабурга, который специализировался на изучении музыкальных инструментов. Для поставленной проблемы были определены следующие задачи. Это изучение архивных материалов Латвийского национального архива, лутерански-метрические книги, публикация «Арит Орловской жилетной дороги», ознакомиться со статистическими данными вероисповедальными списками лутера Митвска-Полоцка, собрать сведения об арганах мастеров Куверянди и Лифянди, найти сохранившиеся цирконы арган мастера Шульца и дать им характеристику. Итак, определяющим фактором существования развития подлиния стало нахождение его еще в эпоху Средневековья на важных торговых путях между Западом и Востоком. Со временем значение транзитной территории только вон расстало, и в этом активно проявляли себе любенности и населяющие эти земли. Например, появление немцев в Витебской губернии, относится к началу XIII века. С 1946 года немцы уже построили здесь свою цель в Востоке, в Востоке же изданного присутствовала немецкое купечество и соотписано общение. С XVI века торговля сокращается из-за обоих, две участки реки Западная Пена были разделены между противоборствующими странами России, Польшей и Швецией. Динамичное отношение в торговле между Российской империей с Европой вновь развивается во второй половине XIX века, чему способствовали реформы 60-х годов на увеличение числа немецких, немецкого обеспечения в Витебской губернии, губернии влияли и факты, такие как проведение Рига-Росской жилетной дороги. А также события русского восстания 1863 года, которые подведя немцев к переселению в Витебскую губернию в качестве покупателей имени. Правда, после переселения вновь прибывшие держались с особняком от кореневого населения. Итак, в процентном отношении в губернии протестантизм исповедует полтора процента населения, что составляло 15216 человек. В Латушей 13504, немцев 1703. Но в статистических отчетах количество проживающих немцев указывалось не всегда точно, где-то эта цифра указывалась 1703, других источников более 2000. В этой связи интересен комментарий российского чиновника, который в частности писал, что определить количество немцев приходилось путем сообразительного. Таким образом, междуратские храмы обслуживались духовенством. Например, витебский паспорт Йоханн Хароин, иногда правописание Хароин, он окончил курс Витебского университета законноучитель Витебской женской гимназии. Священник Феликс Макс Берчи, иногда правописание Берчи, он также окончил курс Дерпского университета, опомнил Мариинский пехот Холодский. Пастор проживал в городе на улице Нижнепокровской. Но вернемся к теме развития железных дорог при Балтийском крае. Так как в данном случае исследования она неожиданно дала дополнительную информацию об органномастере Шульце из Денобода. Собственно говоря, казенная Рига-Орловская железная дорога проходила по территории Аблифянской, Витебской, Кулианской, Холинской, Могилевской, Смоленской и Орловской губернии. Железная дорога была не только удобной, но и дешевой дорогой к Рижскому порту. Безусловно, дальнейшее развитие железной дороги через полос способствовало развитию местной инфраструктуры и увеличению торговых оборотов. Тем более, что первая железная дорога Рига-Динобода в со временем была продлена не до Витебска. А быстрое развитие железной дороги развивала инфраструктуру городов Прибалтийского края подмина. И к этому имел прямое отношение известный художник и архитектор Паул Макс Берчин. Он был официальным архитектором общества Динобода и Витебской железной дороги и впоследствии стал главным архитектором города Рибау современной лекаря. По долгую службу он часто бывал динобоги и, видимо, знал органов мастера Шульца. История появления церковных органов в Глевоне уходит в глубь и пост. Традиция сохранилась и в Прибалтийском крае, была тесно связана с кузами Вимани. Этот музыкальный духовой инструмент входил в церковный обиход приходов Риги, Митара, Яков, Штата и других городов. Популярность органа росла, и этому во многу способствовало развитие местного органового производства. Ввиду высокой конкуренции из Германии мастера стали уезжать в Прибалтийский край, где создавали свои органы школы. Согласно историческим источникам, такая школа была создана Фридрихом Байзенгорном в Крейсбурге современных Руспилс и в Яковштадте современный Яковлевск. Не принадлежал и будущий мастер Шульц. Фамилия органов мастеров Шульц нечасто, но встречается в исследованиях, посвященных истории органов и в Логинском крае. Но географических данных мастера нет, так как нет и сведений о его националистах. Был ли он немец, латыш, в связи с этим возникает вопрос и к написанию его фамилии. В немецкой транскрипции фамилии писалось как Шульце, а на его именном элементе Далее, я покажу этот слайд, стоит подпись «Шульцц», как вариант правоописания латышской традиции. Интересное исследование академическое Илмы Граузене, в которое она приводит биографические сведения о мастерах Шульц. Например, Йохан Хидрих Шульц из Германии известен своими работами в Митаве в Риге, но он принадлежал Митавской школе. Известна семья Александра Христиана Шульцов из Вольмара, современной Валвера, но они также принадлежали другой органной школе. Интересный вопрос, а мальчик Шульц из Динамбурга был не в распеке с уже перечисленными мастерами. Шульц работал в конце 19 века в Динамбурге, и в его инструментах, как считают специалисты, наблюдаются признаки школы органного мастера Вейнбурга, который, как я уже выше говорила, работал в Якобштадте, а больше перечисленные мастера прямо приближают к другим школам. Тут важно сказать, что первая по рейтингу органная школа находилась в Риге, ну это, конечно, великолепный орган Домского собора. Вторая по значимости школа была в Риван, третья в Якобштадте. Стоимость органа мастера Вейзенбурга, который работал в Якобштадте, инструмент стоил 600 рублей. Сохранились сведения за 1866 год. А вот стоимость органа рижского мастера Августа Мартина стоила уже 1050 рублей. Конечно, стоимость музыкального инструмента Вейнбургом зависела от мастерства, престижа школы, а также звучание органов. Каждый орган отличался темпром, количеством мануалов, то есть клавиатур для игры, домский собор и нечеты, клавиатуры для игры. Также и количеством педалей. Покупали органы основного графика Титера, агзельские владельцы, муж или поместья, где находились церкви, а также состоятельные приходы. Итак, об органах мастера Шульца известно только то, что он жил и трудился в Динобурге. А вот кто ему поручил заказ для изготовления органов для Лутеранской Мариинской церкви в Колодске? Архивные источники свидетельствуют, что Лутеранская кирка в Колодске так жественно освящена в 1888 году. Даты, когда был построен для нее этот орган, нет. При изучении документов общества Динобурга в Лутерской Велезной дороге обнаружилась информация о деятельности Павле Максом Борчи, который трудился в Динобурге с 1864 года. Архитектор был известен как автор проектов промышленных и общественных зданий, культовых построек и частных домов. Предпочтение он давал готическому романскому стилю. Здания по его проектам строились либо из красного кирпича, либо из смешанного материала, в историю прибалтийского края. Как я уже раньше говорила, он вошел как градостроитель и главный архитектор города Лебалка. Проектировал ли Павел Макс Берчи в Лутеранскую кирпу в Холостске неизвестно, но в этой связи возникает вопрос. А Лутеранский пастор Майлинской церкви в Холостске священник Феликс Макс Берчи является ли родственником известного архитектора? При изучении биографии архитектора подтвердилось, что Павел и Феликс были родными братьями. В семье было 9 детей, они родились в Германии, но в дальнейшем братья покинули Малу Родину и связали свою жизнь с Россией. Таким образом прослеживается прямая связь городов Динобурга-Холостска. Не случайно заказ на изготовление органов для Мариинской церкви выполнял мастер Шульц из Динобурга, который был знаком с братьями Берчи. Свои работы мастер Шульц выполнял также в стиле неоглотики, которая была близка и маститому архитектору Павлу Берчи. Орган Валеринской церкви в Полоске не сохранился, но в работе мастера Шульц есть платки в нескольких потолечках церкви Валерне. И вот это самое большое открытие, это товарный знак Шульц из Динобурга. Орган Валерне территориально находится в Таборской области Дауровского края, в католической церкви Вирской митрополии Елгарского Диацеза. Изначально церковь была построена в 1650 г. как лутеранская, но позже лутеране обменялись статоликами на костюр в муравках в современной сырке. Таким образом, архитектура данного костюра в масштабе и в деталях напоминают другие церкви, характерные для Курлянского и Герцеза. В 1892 году приход установил церковь духовой огонь мастера Шульца, о чем свидетельствует именной знак мастера, сохранившийся до настоящего времени. Это был одноручный инструмент, отличающийся небольшим диапазоном, только шестью регистрами. Данный инструмент один из немногих, у которых до сих пор есть оригинальный работающий колокольчик Глокеншпиль. Стиль органа можно отнести к неоглотике. Традиционный инструмент находится в центре западной части в древянном ящике или корпусе. Корпус выполнен из клеяной вольной древесины и декорирован скромными вороченными фрагментами из резной древесины, покрытый толстым слоем позолоты. Для того, что... Прошу прощения, регламент у нас. По признанию латвийских специалистов считается, что орган Шульца наблюдается, все признаки школы Вейзенхорна. Следующий орган — это свенте. Но он сейчас присутствует фрагментарно, главная часть. Таким образом, резюмируя, музыкальные инструменты мастера установлены. 92-й год — Валерне, свенте, 92-й под вопросом и 92-й и 94-й — Лутеранский храм Святой Марии в Колоцке, 96-й — Католический храм Святого Архангела Михаила в Низбалте. Ремонтировал церковные органы в католических храмах и в Лутеранском храме в Суббате и устанавливал орган в Большом кафедральном соборе «Сердце Иисуса в Рейзенхорне». Таким образом, можно сказать, что установлено по авторской табличке имя Эдуард Шульц из Динобога. Умер мастер после 1905 года. Дата рождения неизвестна. Точная дата изготовления органа в Лутеранском храме Святой Марии тоже пока неизвестна, но, надеюсь, может быть, появятся источники. И мне видится, что в результате первичного исследования, посвященное изучению деятельности мастера Шульц из Динобога, выявлено, вот уже все вышеперечислено, а также участие семьи Берчи в устройстве деятельности Лутеранской кирхи. А в перспективе это продолжение изучения географических данных мастера Эдуарда Шульца, его деятельности, а также изучение служения пастора Феликса Марса Берчи и церковной жизни Маринского прихода Полоцкого. Еще важно отметить, в настоящее время в Латвии составлен таталог всех органов. И я надеюсь, значит, их насчитывается 300. Я надеюсь, что и в Беларуси будут составлены такой таталог, потому что где-то органы еще сохраняются. Спасибо большое. Вы упомянули рейтинг органов школы. Это условно рейтинг или фиксирован? Условно. То есть просто престиж. Престиж школы. Престиж и столь. Ну и, естественно, столь. И еще, я так понимаю, это было... Шульц в этом смысле не исключение, это было нормально, когда и католический костел, и литуранская кирка пользуются услугами одних и тех же органов. То есть конфессиональный принадлежит не к... Нет, ну архитекторы же до этого строили. Хоть я, конечно, главбец и в Полоцке строил, и православного могилю строил. Нормально. Это мастер. Заказывал он. А сам он был протестантом, и в Вильне тоже это самое внутреннее оздавление, протестантского храма на улице Деменецкой, там, во дворах стоит. Спасибо, Мавушка, и просили за интересный доклад в жанре микроистории, вот так сказать, конкретный сюжет. Вы знаете, в этой истории участвовали несколько дорогих лавровых. Да, да, и все самое с конкретной личностью. Да, у них пил, Ека пил, Лудза участвовала. Вы знаете, люди просто так заинтересовались. И хотят внести свой вклад. Спасибо. Вот твой представитель интересный визуальный материал, но я так понимаю, что изображений самого Шульца у вас нет? Нет. И сведения о его семье тоже нет? Нет. Но вы собираетесь продолжить с ним? Да. Нашли уже имя Эдуард. Но я хочу еще сказать, что я впервые вижу доклад, который так глубоко копнул с пути из Варяг в Греки, причемальские 19-го. Да, да, да. Серьезно подражение. Да, да, да. Я его особенно любила Адрак, поэтому я его поставила. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...